Президент США Джо Байден подписал указы о финансовой поддержке населения в условиях пандемии. Он повысил минимальный размер оплаты труда для федеральных служащих до 15 долларов в час, более чем в два раза выше прежнего показателя. Кроме того, он поручил предоставить экстренную помощь работающим семьям, пострадавшим из-за кризиса. У нас есть инструменты, чтобы справиться с этим. У нас есть средства, чтобы взять вирус под контроль и вернуть экономику в нормальное русло. У нас есть механизмы помощи людям. Давайте немедленно задействуем все эти инструменты. Кризис только усугубляется, ситуация не становится лучше. Вчера мы узнали, что еще 900 тысяч американцев подали заявки на пособие по безработице. 900 тысяч. Они присоединились к миллионам американцев, которые не по своей вине лишены достоинства и уважения, которые дают работа и зарплата. Большую часть антикризисной программы Байдена должен рассмотреть Конгресс. Насколько широка будет поддержка экономических планов нового президента, как ожидается, покажет голосование в Сенате по кандидатуре Джанет Йеллен на пост главы Федеральной резервной системы. В пятницу финансовый комитет единогласно рекомендовал утвердить ее назначение.